дорогие зрители всем привет начинаю говорить шепотом потому что мы начинаем проходить одну из моих любимых страшных игр это резиденты и волы классический там где все основано на выживание нехватки патронов и все как мы любим так ребят всем привет 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 меня слышно дорогие да слышно все отлично все хорошо специально сейчас я игру не запускал хотел вам показать эту заставочку завораживающая классная вообще супер вот сейчас немножко поднастроимся кстати я могу сказать о том что существует эта игра я даже не знал и не был в курсе где-то недели две назад у меня появилась мысль перепройти все резиденты и когда начал думать с какой начать я нашел эту часть resident evil 0 оказывается в этой части нам рассказывают о всех событиях которые будут происходить в дальнейших частях частях резидента поэтому садимся поудобней наливайте в себе чаю я немножко подожду делайте себе бутерброды все у нас отлично работает и мы запускаемся всем приятного просмотра всем добро пожаловать запускаем поехали капком это интересно так резидент пил zero 0 ну что мы тут я немножко поковырялся в настройках поэтому изначально вы их на было вообще там не знаю 640 разрешение выставил full hd не выключать компьютер когда ваша бла 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 понятно проверка загружаемого контента ничего не нашли не найдено данное успешно загружены но мы начнем самого начала с нуля serious здравствуйте ёпта где ты пропадаешь чему вы заранее написать чего-нибудь еще до стрима я что переживаю смотрю думаю где сериус вчера не пропал сегодня нет надеюсь пельмень шаурма и все остальные сироп play у юры отпуск или выходной или отпуск не знаю как там чё короче юра не будет наверное а может будет так звук управления там яркость всякое такое это мы уже бог с ним ну что приступаем я не знаю что это за часть я не узнал я же говорю буквально пару недель когда появилась у меня мысль перри пройти все резиденты я наткнулся на эту часть и узнал о ее существовании играть я в нее ни разу никогда не играл так что уровень сложности легко нормально тяжело давайте крючок я конечно люблю играть на нормальном уровне сложности но лучше сделаем легко ириус пришел это хорошо поехали дальше не будем так экран широкий оригинал пускай были широкий тип управления альтернативная но и тут я не знаю чё как куда соотношение сторон 16 на 9 все правильно поехали небольшой городок на среднем западе америки у ракун сити одинокий остров посреди океана остров рокфорд остров повторивший участь ракун сити остров шина до сих пор есть множество вопросов об этих на первый взгляд не связанных но крайне разрушительных событиях и хотя причастность к ним международным корпорацией амбрелла считается неоспоримой мало что известно о происхождении и истоках этой безликой компании когда она была основана и тем и каким образом был создан тивирус чтобы узнать правду нужно разобраться в событиях происходивших в самом начале еще до инцидента в особняке это часть нам рассказывает всю предысторию серьезно и так думаешь да с этим надо что-то немного подожди интересно как люди заранее герой какая-то мадама мне нравится богам нравится честно youtube наверно с ума сойдет от такой музыки но ничего страшного чтобы играть было интересно все это началось с обычного расследования жестоких убийств неподалеку от ракун сити ни одна из наших тренировок не смогла бы подготовить нас к предстоящему кошмар никаких шансов что происходит о двигателе аварийная посадка о твой кай дела сириус чем занимайся и твои молодые воды проходят оценить обстановку исследовать окрестности кстати могу сказать так я не прошел донатик смотрите не на сайте ничего не появилось первые трупы есть капитан что случилось предписание для транспортировки заключенного заключенный биле ковен бывший лейтенант 26 лет военным трибуналом 22 июля приговорен к смертной казни заключенный переводится на базу регатрон для исполнения приказа бедные солдаты ребята просто делали свою работу это сволочь убила их избежала внимание всем разделяемся и прочешем район наш парень жесток и беспощаден будьте на чеку так нам нужно найти какого-то заключенного поезд вот к спокойствию отрезать назад дороги нет ни шагу назад только вперед все управляем да пойди знать что тут надо делать а понятно а эта карта я карту научился открывать окажется карта на кью да а чё тут как чем взаимодействовать багаж разбросан по всему вагону сиденье от запачканы кровью но не новость это чё у нас дверь вагон ресторан закрыт вы не можете войти вовнутрь вперед привет да прессик проходим тут предысторию немножко рассказал оказывается есть такая часть как resident evil zero я не узнал две недели назад когда вообще запланировал перепройти все резиденты до этого я даже не знал аж разбросан по всему вагону день из пашкины кровью понятно чет за сумочка да чё ж такое тут еще какая-то дверь была закрыта слушать отсюда дошел или отсюда я зашел вы не закончили осмотр поезда да мы прессик проходим резики папа ладно сейчас разберемся так что я прохожу эту часть первый раз это офицер чемберс из отряда браво подразделения stars назовите себя здесь кто-нибудь есть радио работает удивительно но факт и вот мои годы проходят дистанционное обучение с уроками прогулка спать понятно ой ну произошло а они же были мертвы сашевая карта на счет открывать хорошо менее и нибудь точно пригодится он в бета она бы сто процентов пригодилась так и чё тут у нас а всюду разбросанный багаж понятно чё это за людики не лутать зомби ничего не могу багаж разбросан понятно ой дверь какая-то еще одна наружно дождь быстро переходит в ливень и давай мы сейчас тут еще все осмотрим потом уже будем идти дальше как это спешить не хочу не реально нравится так прочее а инвентарь как это не дать там кто-то упал и его услышал багаж разбросан уж очень и встают я же их убил так чё у нас сам дальше чё у нас там дальше и у нас так блин не подсвечиваются предметы которые можно поднять собрать минут минуточку здесь нет лута должен быть ну как-то это же классический резидент я его еще не нашел на этом и должен быть понятно с карту ух ты смотри что я сразу вижу этот вагончик синенький такой печень как будто я здесь или что-то не долутал или наоборот этот зелененький наоборот наверное вот здесь я где-то что-то еще не поднял не долутал а здесь уже все собрал это очень полезная штукенция для резидентов потому что не нужно бегать в одну и ту же комнату по миллиарда по миллиарду раз из в поисках чего-нибудь не знаю чего так ну давай здесь осмотримся так я вижу лестницу какую-то тут еще второй этаж есть в этом поезде бежать учет за дерьмо ничего у них черная икра о цветочек если цветочек взял подожди значит инвентарь где-то должен быть пусто 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 не этаж и не знаю что это такое ладно дальше а где инвентарь переходим к научному методу так тыка ай это не инвентарь м м б в ц о цена шел инвентарь это значит кнопка c вот классический инвентарь до 3 слота очень мало как всегда цветочек есть здоровье отлично пистолет патроны да хорошо насрала какие-то яйца вокруг них сформировалась служат слизи яйца в соплях она откроем карту и посмотрим синеньким вагон отображается кто бы знал что это такое и тут есть какая-то дверь тут все зеленая стала я ничего не поймал короче я так по ним она пошли вниз разберемся ты какая плетень там яйца держали ну типа как икра и кринки черная икра повсюду разброс разбросаны вещи закрыта есть у нас закрыта и пошли дальше снаружи дождь смотрим escape п.п. ничего полезного это такой записки пассажира 14 июля сегодня пришли директивы из главного управления необходимо провести обследование разрушенной лаборатории в арклайских горах и похоже что это все за это всем отвечаем мы команда состоит из двух групп основной состав скорее всего уже приступил к изучению останков прототипов и отходов производства 16 июля к сожалению связи с этой проверкой нам придется свернуть изучение б.о.о.о. прототипа образца такого-то там ничуть себя не знал что взрывает так этого беднягу атаковали во сне его тело покрыто слизью у вак и чё что я тело слизью покрыта особо делали спрей патрончики патрончики бери нахрен тебе тут бедняга в слизи патроны бери вот подними патроны понятно вон патроны лежат она не может их подобрать аллилуйя а наверх залезть нет никак никак оставим этого беднягу в слизи ска лежит отдыхает дальше слезится а не знал что в заброшенных поездах рыбы водятся да это ж это баночку черной икрой рассыпали перевернул уронил проехали так у записная машинка лента все отлично чё у нас черная лента ты по классике на записная машинка это лента а еще патроны записка какая-то инструк инструкции экспертизы некоторые места невозможно прочесть из-за пятен крови в 8 метрах к северу кракон сити в городах аркай арклай находится наш центр подготовки сотрудников закрытые 12 лет назад настоящее время идет предварительная оценка возможности восстановления этого комплекса первая группа уже отправилась туда для начала исследования и я хочу чтобы наша команда оказалась оказала им поддержку кроме того следующие приказы очень полезная информация так патрончики патрончики и цветочек там еще растет внизу папа взять взять конечно лучше столько там уже всякого лута взял он больше никуда ничего не пол и по месяца так но сохранится мы можем сохраниться одна машинка сохранить и груда вот первый слот блин а где этот классический текст о рбк купе 0 1 купе слить бывает разная может он там не просто так слезится так ладно стоп чатную машинку я нашел а сундук или тут нет сундука или есть сундук закроем карту потому что если где-то и что-то еще найду ничего полезного наверное сундук не здесь лишь нужно как-то это все лутать патроны подобрали теперь от сами беднягу в слизи пусть слизится дальше отдыхает ничего все правильно на кое он слизьки нужен слева у нас закрытая дверь а тут кстати мышка можно это на двери надпись постпроводника дело работника поиска поезда зверхи убитого у него что-то в руке ключик вы не можете взять эту вещь понятно у меня инвентарь переполнен так о чем мы можем сделать к примеру записная лента цветочек можем это выбросить а использовать о я использовал было здоровье отлично стало еще лучше у него что-то в руке да теперь ключик можем взять пойди сзади сзади били лейтенант ковен это же зэк который сбежал ты обо мне знаешь и что же там про меня плетут ты заключенный перевозимый для исполнения приговора те солдаты снаружи тебя вели а ясно ты старс без обид дорогая но ты явно не рада меня видеть за кого ой блин я зря это перемотал их нею хотел эскейп нажать вместо эскейпа получается так блин я хотел эскейп нажать чтобы ответить на вопрос тут как бы ну и судя по описанию да я прочитал описание игры можно переключаться между тем и тем мы играем сразу за двоих и надо будет вернее будут тут какие-то головоломки которые нужно будет нам решить используя и одного и второго персонажа устройство считывания карт вероятно дверь откроется если у вас будет правильная карта понятно так заперта и не открывается на двери надпись постпроводника а если мы попробуем сделать вот так ключ поезда использовать не может смешать осмотреть так подожди это ключ поезда куда его засунуть чем открыть это дверь закрыта понятно но там карта нужно пошли дальше где у нас там что было еще закрыто так 201 мне еще вот что интересует если я что-то выкину оно на пол упадет или исчезнет вообще так ладно давай может сейчас ключом что-нибудь откроем что он открывает интересно эта дверь закрыта закрыта ключ поезда использовать нет это рыбака прием рыбака как слышно это энрико где ты находишься прием энрико алло меня слышно пожалуйста ответь рыбака я тебя слышу а теперь мы получили подробную информацию о дезертире из документа найденного вагоне великоин убил целых двадцать три человека прием двадцать три человека подтверждено также что он военный поэтому будь бдительно меня слышно а еще буду по идее по сюжету они должны как то друг другу помогать лутер такие висят какой то такой вагон первого класса кто сказал у перезарядиться может быть этот ключ от седова а вы использовали ключ поезда этот ключ вам больше не нужен выбросить его да конечно слот освободился примеру не выбросил выбросить да а вот он и держит убедитесь не будет как в рыбках где с одной рыбки переключались на другую зависимости от ситуации да тут что-то в этом роде такое же будет ну по идее должно быть обили привет опасно почему бы нам не объединиться объединиться с тобой лишь преступник убил 23 человека если ты не заметила то в этом поезде творится из ряда вон выходящая хрень лично я хочу выбраться шанс сделать это в одиночку мал ты ждешь то я доверюсь беглому преступнику без тебя обойдусь я способна за себя постоять и я тебе не малышка да ладно мисс самостоятельность как тебя звать меня зовут рыбака чемберс но для тебя я офицер чемберс так скажешь рыбака попробуй справиться одна а я подожду палец в рот не клади ему еще какие-то пиписьки инструкции для руководства обеспечить автоматические двери после того как все работы на кухне будут завершены а обесточки не обеспечить обесточки и представитель руководства подтвердит все сотрудники покинули помещение основной источник питания автоматические двери расположен в отсеке на крыше ну конечно где же мы еще быть а этого вагона вот интересно где же ему еще быть до основной на крыше 5 вагона после стоянки в депо необходимо обязательный осмотр для осмотра после остановки воспользуйтесь лестницей установленной в хвосте второго этажа вагона ресторана а я кстати сейчас нахожусь в вагоне ресторана корпорация umbrella отдел техобслуживания я ноешь не зал то что он 23 человека убил вы получили инструкции для руководства понятно похоже дверь автоматическое питание отсутствует поэтому она не открывается понятно где-то нам нужно где-то на крыше найти какой-то рубильник который отвечает за питание патрончики патрончики это всегда хорошо тут закрыто с другой стороны ясно кино я не знаю убирается там мышка или нет курсор простите сэр сэр в принципе тут и мышка не нужно особо что-то новенькая ой 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 мест лизнике атаковали да ты крут крут крутой мужик ты в норме это я теперь под вся покрыта слизью у нас певица тут оперная это еще кто не знаю как это муж и баба что происходит кто управляет поездом нужен поверить главный вагон слушай с этой секунды мы работаем вместе тебе ясно хорошо подумай девчонка хочешь стать кормом для червей хорошо но запомни если ты вздумаешь что-нибудь выкинуть я пристрелю тебя не вопрос а теперь возьми это но еще патрончики пригодятся если что-нибудь найдешь дай мне знать ладно ты же делать что так жарко руководство персонажа переключение персонажа переключение персонажа система позволяет вам управлять двумя ведущими персонажами а рыбака и били а также вот использовать их различные способности для подтверждения продвижения по игре герой который вы сейчас управляете это основной персонаж герой которым вы не управляете это персонаж напарник понятно меня слезненькие атаковали управление персонажем и напарником как правильно персонаж я не понял я управляю w a d s как правило персонаж напарник перемещается самостоятельно но вы можете использовать стрелочки для управления персонажем напарником чтобы выбрать напарника в меню инвентаря вы можете выбрать модель поведения этого персонажа чего выбрать напарника в меню инвентаря вы можете выбрать модель поведения этого персонажа не не понял соло оба персонажа перемещается независимо команда напарник следует за а это типа основным персонажем напарник атакует автоматически ожидание напарник не атакует вы также можете нажать е для переключения между независимыми и совместными действиями очень сложно как-то переключением персонажа нажмите в в меню инвентаря для переключения персонажа чтобы пирать преодолеть препятствия оценить обстоятельства и переключите персонажа если это необходимо понятно обмен предметами когда ваш напарник рядом вы можете обмениваться предметами в меню инвентаря о полезное полезное дело выберите предмет основного персонажа и из окна предметов и используйте команду обменяться я понял особенности персонажа ребека ребека член отряда старт обладают следующими способностями может смешивать различные травы слабо обороняется может использовать набор для смешивания их комбинирования хип химикат и может использовать набор для смешивания и комбинирования комбинировать химикаты понят били бывший морпех обладает следующими особенностями не умеет смешивать рабы травы силен в бою может передвигать крупные объекты если напарник попал в беду оба персонажа основной и напарник рискует погибнуть получив серьезные повреждения если один напарник попал в беду оба персонажа основной и напарник рискует погибнуть получив серьезные повреждения вы должны постоянно следить за их состоянием если нам короче отличить и того и того если напарник атаковали в другой комнате он позовет вас на помощь по рации если напарник зовет нам помощь придите к нему на выручку так можете как можно скорее понятно взаимодействие с напарником некоторые загадки нельзя решить в одиночку если вы испытает испытываете затруднения подумайте не нужна ли вам помощь напарника вот она чё вот она как сейчас ребят это открою пошире окно а то прям лоб потеет жарко не слезняки атаковали гору вы получили руководство персонажа 2 отлично и так чё у нас в как то есть так посмотрим что у него есть у него есть зажигалка пистолет патроны нож понятно команда соло у меня пистолет 2 этих все что ко мне не влезет можно ему давать ясно на чем мы закончили что нам нужно было сделать что у нас тут есть интересно а вот лестница похоже она ведет на крышу до подняться по лестнице да там же там нужно какой-то хрени электричество включить где бы мне ее найти и она неплохо пока цели били ты мог бы там внизу подождать а потом можно спуститься в ту дыру кабельный снабжение отсоединен подключить его до чтобы это берет у нас уже снег выпал и у нас тоже в ночи бывает минусовая температура там минус один минус два а утром опять плюсовая температура днем плюс семь плюс восемь вот так тут а я куда-то провалился упал удачно упал кучу патронов пока били не видит нужно подлутать учет за красная кнопочка служебный лифт остановился вызвать до пусто ничего нет поместить предмет да какой 5 у меня ничего такого нет то помещать нажать кнопку ну короче как работает разобрались чё туда поместить надо еще не знаю о ключик какой-то вы не можете взять эту вещь так били ты где ты чё тут стоишь давай туда же ко мне прыгай да прыгай вы не можете туда спуститься чё-то к дыру не может пролезть давай возвращайся обратно и как вернуться давай 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 черри шаг и ну шаги у него и так широкие но все равно идет медленно спуститься по лестнице дам если упал кучу патронов значит удачно упал а чё не такие есть так это чё у нас с другой стороны закрыта такая куда провалился вот в эту дверь что-то застрял в замочной скважине она не дает ручки повернуться вы могли бы вытащить это быть у вас что-то острая почему у нас есть острая так у меня тут нет ничего если переключить стомбиля она скажет закрыта с другой стороны он она надо что-то освободить чем мы используем слушаем порядок возьмем ключ до там еще хилка стоит чтобы вас было что-то остро интересно могу вот так передать ей вот мы с вами за одной двери на там нож к примеру папа выбросить осмотреть блин не могу до экипировать смешать осмотреть выбросить так ладно сейчас разберемся что делать я думаю сюда нам не нужно пока так мне нужно переключиться на эту мадаму это нам взять вы не можете взять эту помощь генцию использовать тоже тут хилок тут очень много так что-то на полу лежат обломки обвалившиеся крыши похоже на она рухнула сильно вернее она рухнула от сильного удара хорошо идет тут от кухня да что здесь нет абсолютно ничего острого на кухне понятно понятно что застряла там клац клац зачем же острая 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 использовать нет не могу использовать но лента патроны пистолет цветочек вряд ли вот и первый загвоздка да поди знать что тут надо использовать служебный лифт остановился на первом этаже стоп я понял нет теперь мы переключаемся набили ищем что-то острое вот я на первый этаж спустился где-то служебный лифт вот он служебный лифт нужно что-то положить типа как нож положить предмет туда да берем нож это слишком крупный предмет вы не можете поместить его в лифт я не могу нож поместить дыль давайте прикалываетесь ладно давай чё-нибудь другое искать острое что можем сюда за положить засунуть нет и передать короче своей подруге кухня заполнена разнообразной едой ничего полезного о люк какой-то это служебный люк вам понадобится инструмент чтобы его открыть понятно тут закрыта с другой стороны беда какая-то кафу полно половых приборов ничего полезно ну как мне надо что-то побежали искать что-то острое где пельмень где шторма где все ребят вроде всем нравилась идея по президенту но в то же время не особо много на зрителей багаж разбросан по всему вагону день запачканной кровью а это же ключ который выбросил понятно один стучок острое можем найти женской сумочке сто процентов должна быть пилочка для ногтей а стоп-топ-топ а блин о чем не escape не работает то вот так сейчас у меня почему-то браузер завис ничего не пропустил нет вроде ничего не пропустил все нормально все отлично здесь тоже все отлично досмотрю к этот чат вообще не реагирует так ладно пошли сказать что-то устроят сидеть на жопе неужели тебе там не чем больше народу тем лучше конечно гта неплохо зашло так ветер сильно это конечно все понятно все хорошо что у нас тут тут у нас труд какой-то лежит весь покрытый зеленью абсолютно весь ничего полезно как ничего полезного этого бедняка вали его тело покрыто слизью на столе тут ничего полезно нет печатная лента а как ее нашел где ее нашел странно отлично это костюм карманом пусты карман и проверил зато так что писать приколы кончились но время от времени пиши понимал хотя бы что кто-то присутствует сохранится до бедля 02 купе ничего полезного да господи мне нужно какую-то острую хрень найти и с помощью этого лифта передать своей подруге эти там звали не помню а было офицера на теле полно следов от акулсов он что-то держит патроны отлично посмотри тут лута столько а вот красить время желтики мигает это и здесь ключ оставил тут закрыта закрыта не понял и не открывается закрыта больше ничего нет но этот вагон синий не тип этот зелененький это зелененький что бы это могло значить это зелененький это зелененький 0 здесь еще где-то что-то лисит я тут больше ничего туда дует сильный ветер что писать его знает что чтобы это значило не выключайте компьютер и так теперь открываем карту и и убедимся а это в вагон синеньким подсвечивается в тот момент когда я тут нахожусь я понял так он мне показывает где я здесь как бы ничего абсолютно не вижу о сломанная лестница сейчас она без бесполезно понятно пошли еще здесь проверим вопрос почему во время сохранения пишет не выключать компьютер как будто кому-то нужно выключить но я так понимаю если выключить компьютер во время сохранения пропадет все на свете за яйца за пузыри лужа слизи тут ничего нет ничего нет мне интересно где мне нужно найти что-то острое и но если так подумать просуждать до острое острые предметы должны быть на кухне у меня почему-то их не было тень запачканной кровью там но все понятно вот ключик которая выбросил который мне в принципе уже не нужен на полу светится ключ в поезда ну и возьмем пока место есть потом если что выкинем кухня заполнена разнообразно ничего полезного минут примеру вилка лежит да почему не могу взять закрыто там люк нужен инструмент чтобы его открыть холодильник промышленного размера ясно понятно кафу полно столовых приборов ничего полезного так подожди а что у нас есть с собой чтобы у нас есть нож и ключ чем черт не шутит может вдруг откроется с помощью ножа нет экипировать пистолет вот сюда она тут у нас лифт туда понял давай проехали проехали нет поместить предмет нет ничего у меня помещать нож туда не влазит еще здесь на втором этаже осталось проверить наверное нечего было написать приколы какие у меня закончились на половину съеденная порция лежит на столе на каждом столе на половину съеденная порция там на крышу кресло где сидел тот монстр она покрыта слизью но описался человек обкакался на половину съеденная порция так это вниз спуск эй ты там она там люстру стрелять бесполезно так дай-ка подумать дай-ка подумать но я не знаю идеи закончились залазить на опять на вагон ну смысл где-то я что-то не нашел где и чего я не нашел закрыто с другой стороны там наша эта бабенка сидит где что лежит вот это вот я не люблю я думал здесь будет чуть-чуть попроще абсолютно ничего нет интересного полезного может если ключ помести туда предмет да это я передаю ей ключ потому что других вариантов у меня не осталось сейчас переключаюсь на дру ключ взять взять этот предмет вы не можете взять эту вещь вот блин так инвентарь давай мы этому мужику что-нибудь передадим взять не могу ладно цветочек сейчас еще один используем здоровье было вообще великолепно не отлично великолепно использовать все теперь можем взять ключ маловероятно что этот ключ нам здесь поможет но вдруг или счет поезда точно тут явно ничего нет на полу обломки в мусорке нет ничего нет что-то острое что-то острое что-то острое у нас самое острое это вот этот ключ использовать нет нельзя его сейчас использовать значит бесполезная вещь выбросить да вот та острое что-то острое что-то острая переключаемся не знаю не знай не знай не знай не знай не знай не знаю он было больше чё-чё-чё а вызвать его нет пока нечего нам туда класть было побольше людей в чате может кто-нибудь проходил эту игру сейчас бы не так подсказал и мне бы не пришлось тут два часа бегать искать где-то что-то должно лежать а по процентов багаж я не запачкана крови но все понятно поезд движется слишком близ быстро очень опасно выходить наружу и тут уже все обижался прошел как быть как быть как быть где где чё может находиться может из пистолета постреляю в замок они хрена но там не сработает нужно что-то найти острое сто процентов положить в этот лифт с помощью лифта передать то и забыл как его зовут ребека по моему чтобы она открыла дверь сейчас бесполезно лестница сломана сейчас бесполезно так ладно с донтик лежит поезд потерял управление опасно выходить наружу ну по ходу пока еще буду искать что-то острое мы как раз приедем туда куда нам нужно повсюду разбросан пассажирский багаж и что нет нету ни у кого ничего острова пассажирском багаже ничего такого подозрительного нигде не лежит еще один круг почета дует сильный ветер там мужик покрыть покрытой слизью тут записная машинка и больше ничего нет она тут закрыта стоп понял придумал теперь я нашел какой-то ключ ключ от чего переключать вот в чем прикол смотри ключ я нашел это ключ у нас от чего осмотреть но кто его знает от какой-то скорее всего закрытой комнаты я передаю этот ключ мужику вниз можно этим ключом открывает какую-то дверь берет там острую хрень положить предмета вот находит острую хрень и с помощью это лифта передает мне острую хрень и исполняет хрень и открываю другую хрень прочь все вот так тут хрень через хрень должно получиться так переключаемся на этого били вдруг это подсказка это все я ну скорее вот так потому что если это даже не так не сработает у меня варианты закончится хрень и хренью погоняет как говорится это сразу так не догадался сделать когда передал первый ключ так где она там вот сюда да и вот сюда 2 в лифте берем ключик взять да блин опять не прочитал а чего это ключ то закрыта с другой стороны так бежим конец поезда закрытым дверям вообще тут как бы можно управлять без мочки и так понимаю про неудобно бежать вперед там влево и одновременно f нажимать а использовал ключ пояс да кажется этот ключ вам больше не нужен выбросить его да отлично на одну штукенцию меньше стало вот оба на какая-то кнопочка переключатель нажать его да вот фокус фокус карта на стене карта поезда я вот здесь понятно один вагон еще тут и туда это да я понял карту получили это отлично это хорош хорошо дальше блин цветочки это конечно хорошо вот только мы смешивать их не можем инвентарь есть еще одна свободная ячейка это хорошо как раз для того чтобы найти какую-нибудь острую хрень записка проводника ключ карту от кабины машиниста всегда держат в своем чемоданчике чтобы открыть этот чертов кейс нужен еще один ключ вот только кажется я где-то его потерял будь это обычный ключ его бы наверняка вернули но этот ключ выглядит по-другому я продолжу искать но если вам вдруг случается случится найти его просьба вернуть мне заранее спасибо пошел ты возвращать потерял козел документы по управлению поездом они разбросаны по столу взять портфель до сон там больше ничего нет так что за портфель мы взяли так использовать мешать осмотреть чуть-чуть похоже он закрыт тут есть два отверстия для каких-то круглых объектов я понял для ключей и он закрыт то что его взял это конечно очень хорошо а ну так тут смешать били не может смешивать это как все сложно я думал гораздо прочее я снайду тут какую-то острую хрень возьму и все будет отлично ладно вот скорее всего зайдет за стойкой этого бара эти бутылки до должно быть упали когда была атакована система экстренного торможения понятно к свой аппарат бери деньги деньги золото множество стаканов и бутылок разбросано вокруг присоединяйтесь к вечеринке в меню фотография группы людей на вечеринке сегодняшние блюда блюдо привет кемпо среднеморские три дни но три дней средиземноморские во блин чаная курица карпаччо но неплохо неплохо нет не нужно нам спускаться по лестнице пошли дальше а это ничего интересного нет какая-то дверь блин сколько тут цветочков это что такое вы не можете взять эту вещь вещь но мне нужно взять эту вещь портфель красный цветочек дома красный цветочек выбросим возьмем этот эту вещь вот возле этой кучи цветочка выбросим еще красный цветочек выбросить да итак теперь у меня есть два варианта либо бежать не знаю куда не знаю зачем интересно посмотреть что тут у нас происходит либо вернуться обратно и помочь идею а потом уже ей а потом уже вместе сюда при прийти вот тут всякого полезного патроны патроны для дробовика не можете взять эту вещь понятно класс некуда и дробовик нужно запомнить где нахожусь портфель какой-то цветочек патроны нож отмычка судя по карте я ну в принципе понял где нахожусь возвращаемся обратно помогаем своей подруге потом идем сюда не могу сразу брать кучу всяких вещей блин нужно было дробовик все таки брать мне кажется портфель есть если чтоб портфелем будем отбиваться давай никогда лежать не вариант нужно идти срочно дробовик брать простите выбросить да шила нет да это нож пока выбросим да вот у нас есть место для патронов и для дробовика оружие а это что такое у нас лента не нужно не понял блин у нас дробовик два слота занимает ладно давай этот выбросим пока патроны да и кровать провокажка привет приветствую добро пожаловать где пропадал уж хотели в полицию заявление посылать так перезарядить а тут всего-навсего два патрона у нас тут президент и в л зеро очень интересно 0 головоломки решает решаем одну появляется еще три заходим обратно заряжаем дробовик и обратно выходим там монстр какой-то какой-то скорпион чем только два патрона сколько в него надо всадить как поживаешь как там твой канал новых видео не вижу оповещение не было все вопросы спина повернулся а он все умер отлично хорошо да youtube вообще прикумарил честно я не знаю он примеру смотрю да у меня там 4000 о вернее 3420 подписчика раз пересматривает 4000 там 427 подписчиков смотрю о хорошо за пару дней там 7 человек добавилось на следующий день захожу обратно 4020 как будто туда-сюда 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 не знаю что с ним происходит лайки вы можете сейчас там 10 15 20 лайков проставить стрим закончится обновляю страницу у меня 3 лайка стоит или один лайк вообще куда все остальные ну значит мог там может кто-то там что-то накрутил или что-то в этом роде мог бы подумать но нет я прекрасно понимаю что цириус поставит там юра поставил там промокашка вот пельмень шаурма ну по-любому по лайку проставили значит и накручено вы не можете взять эту вещь как же он достал это так чё у нас тут один патрон в дробовике давай этот используем мало ли патрону друг еще пригодится нам нужно взять острую хрень и и спасать свою подругу пока нечего загружать такая же фигня до youtube чудит обидно я понимаю там за что было две три тысячи лайков там плюс-минус 5-10 штучек ролик не сыграли но тут старается там как-то трудиться пахтишь за каждый лайк переживаешь там вещь чемоданчик это хорошо но не чемоданчик не нужен нож нет не нож мне нужна острая хрень отмычка которая где-то здесь бросил откажешь вот она острую взяли куда пошли теперь подругу свою спасать куча цветов складывать некуда не хватает сундука как в обычных там резидентах и может он то конечно тут еще есть но я не дошел только начал только запустил и но пока что все нравится значит классический резидент evil лут складывать некуда место собой не хватает патроны класть некуда и всякое такое может быть потому что это легкий режим виточков аптечек поджопа ешь но так вообще интересно нужно было бы сохраниться ну ладно черном это такое движение было какой-то момент даже не заметил 11 человек сидела я видел там 9 10 11 человек это значит оповещение не пришло причем тут оповещение и оповещение понятно но мои то должны знать что ровно в это время не начинается стрим может придут еще все вот так передаем своей подруге острый предмет вот этот нажат на кнопку до переключаемся на нашу подругу взять наконец-то смогу дверь открыть вот а то я тут застрял в этой кануре вытащите если у вас будет что-то острое я нашел острое инвентарь так использовать подошло дурная ручка снова работает урай мы спаслись вот да ой так ну вроде бы порядок ты пошли к нашему билле придут конечно может заняты боту водку пьют скорее всего били привет ты где и тут да привет я забыл как сделать соло команда командой пошли от седова и нет не было ни доната ничего не дошло так переключаемся пошли а куда нам теперь нужно а я знаю куда нам теперь нужно хочу у нас инвентарь к примеру у меня есть два свободных местечко а у моего напарника одно свободное мечи местечко один патрон для трубовика реально мешает нужно его куда-то отстрелить зарядить и все еще один слот от свободился о 65 человек поприходили опаздывает и донат не дошел вчера это цель сериус тут был тут таки не дошел до на где-то там потерялся в просторах россии дай-ка подумать карта да я понял пробежать дальше туда конец поэтому вагону привык все мышка делать а сложно как бы без мышки кого там грохнул молодец молодец давайте пистолет включим а тут и патроны уже экипировать вот и мы в команде щас всех перестреляем да все обычно всегда сразу прилетают донаты а в этот раз я не знаю скорее всего вот смотри была проблема да когда я целью то отправил деньги они ему очень долго шли на телефон дошли аж вы уже после того как экстрим закончился крыть у него там что-то не в порядке или он там что-то неправильно сделал да ладно бог с ним я вообще хотел все это раздавить подняться по лестнице да полезли он конечно вот эту девушку о лопату нужно взять это что-то за кочерга да видишь под ногами валяется возьми ты эту хрень да чтоб тебя может ты возьмешь вода она может в пожарный крюк один слот занимает да ну хоть что-то радует хотя зачем мне этот пожарный крюк давай ему его передадим выбросить обменять вот так все пускай мужик таскать пожарный крюк а ей нужно набрать цветочков и посмешивать их вот так выбросить до обратно берем еще один зеленый цветочек красный цветочек а куда ты не ну можно было заморочиться знаешь было там сумма хотя бы там в 1000 рублей куда пропало 1000 рублей вот а так как 100 рублей я думаю скорее всего там что-то напутал дайте мое куда ты идешь подними красный цветочек они в дверь заходи месяца 2 искали но повернули интересно это один да все таки пропал назад вот наконец-то красная цветочка теперь это объединить смешать этим и выбросить до обижали побежали вот тут куча всякого еще хлама подрезать зачем не пожарный крюк этот нужен был что тут нож портфель какой-то пускай здесь и лежит наверно хилка у меня есть юка у него пилки нет дробовик без патронов на коем остался два слота занимает блин не обменять а выбросить до здесь лежит так патрона у него есть все есть нож возьмем на всякий случай хотя я думаю нож мне тут особо не понадобится здесь и лежит где дробовик ты меньше собой таскаем тем больше можем в ней вернее вместить выбросить до след экипировать выход берем мужику хилку идем куда-нибудь применять пожарный крюк столько лута валяется а я понял где мне нужно применить этот пожарный крюк там был какой-то люк который не открывался и просто так человек с германии отправил ссылочку скопировал таки отправил что-то не до копировал другому доната шел на печально и ну хорошо хоть нашли выходим побежали побежали искать этот люк полу о стоп но сюда зайдем сохранимся точно кстати зачем на собой таскаю эти ленты записью во первых мне нужно переключиться на эту подругу подойти к машинке сохранится дам дам рэбэка 0 3 coupe вот так сохранились и тут же что оставим эти выбросить да а много вернем большой был донат много задонатил кстати ради интереса попробовать самому себе задонатить посмотреть как она там работает неплохая идея где-нибудь остановиться так вот есть люк но и ложишь может таскать эту кочергу и мы будем открывать служебный люк вам понадобится инструмент инструмент у нас есть использовать тем всем откройся прямо рукой он не мог открыть а забраться в техническую шахту конечно просто ради интереса проверить работает или нет ой не вовремя у нас тут канистра патроны патроны до взять канистру да мало ли пригодится хилка это конечно хорошо но их девать некуда золотое кольцо конечно взять не знаю куда его сунуть он пригодится так понимаю у нас тут еще коробки заполнены едой и прочими припасами вот так тут жить можно ничего полезного к это ничего полезного куча хавки для жить тут можно было жить ничего полезного так дверь куда-то вы открыли дверь а куда эта дверь ведь ведет а я понял на кухню так ради интереса что попробовал сам себе донат кинуть просто неинтересно работает не работает так вот описание ссылка на донатик конечно такого там пусть будет так сообщение в принципе мог бы не никакого сообщения выдумывать писать ладно да написал имя ладно давай так поддержать хотите стерилизовать оповещения нет не надо вот пример google pay перейти к оплате google pay это номер карты вот продолжить отпечаток пальца оплатить о прилетел донатик слушай я еще даже от телефона не особо отвлекся как уже донатик прилетел тест доната да будет мне капуста ну работает ведь и денежка пришла и все отлично работает гарпун закреплен на стене для использования опустите рычаг и и отключите замок откройте замок какой рычаг рычаг вот вижу с кого рычаг опустите вода так держи 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 я пока гарпун заберу Да, взять. Не знаю, зачем примечание гарпуна. Внимание, данное устройство следует использовать только при осмотре труднодоступных крыш или прицеплении поездов специального назначения. После использования устройства необходимо вернуть на место. Хрен там, не вернем мы его на место. Будем с собой заберем. Так, на первом этаже третьего вагона есть лестница, расположенная над маленьким окном рядом с дверью. Выстрелите из гарпуна так, чтобы зацепить верхнюю часть лестницы. Я понял, это та лестница, которая у нас до конца не опустилась. Где-то там была такая, да. Второе. Использование ребёдки для подъёма. Зафиксировав крюк, вы сможете подняться с помощью ребёдки. Крюк кошка может одновременно поднять только одного человека. Будьте осторожны, так как устройство может сломаться при подъёме с веса более 80 кг. Вы получили. Я понял. Так, всё, отлично. Мы справились. А чё это ещё тут? За механизм? Ручной тормоз. Вам нужна магнитная карта для активации. Понятно. Поехали дальше. Где мужик? Где Петрович? Как его там включить? Ожидание, команда. Блин. Переключаемся на мужика. Чё тут стоишь под дождём, мокнешь? Пошли в дом, вовнутрь пошли. Да не сюда. В дверь заходи. Так, 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 так. Теперь дай-ка подумать, дай-ка подумать, дай-ка подумать. Что надо было? Вот. Команда. И переключаемся на нашу бабёнку. Пошли. С гарпуна стрелять. Где-то над чем-то там была. В каком-то окне. Через какое-то окно. Зацепить. Живой? Не обкакался? Чё у нас в холодильнике? Взять. Пустая бутылка. Мало ли, а вдруг пригодится. Мне вот сюда надо. Карта. Где там чё-то про третий вагон? Я сейчас нахожусь вот здесь. Это какой у нас? Или здесь, короче, мне надо. Или здесь. По-моему, в этом вагоне, да? Вот первый, второй, третий вагон. Я так понимаю. Там чё-то было про третий вагон сказано. Нужно повнимательнее прочитать. Поиск карты. Господи. Что-то рекламу не включил на стриме. Почему? Там вроде есть. Работает. Не, может она не показывается одному этому же человеку. Там знаешь, ты вчера-позавчера приходил. Вот, может быть, поэтому она и не показывается. Ну, вроде монетизация включена. Так. Инвентарь. Файлы. Вот они. Атака ожидания. Подожди, ну, файлы. Руковод. Вот. Применение гарпуна. Точно. Данное устройство следует использовать только при осмотре труднодоступных крыш вагонов при сцеплении поездов специального назначения. После использования устройства необходимо вернуть на место. Так. На первом этаже третьего вагона есть лестница, расположенная над маленьким окном рядом с дверью. Да, я... Всё, всё, всё. Понял, понял. Да, 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 да. Всё. Я вспомнил это окошко. Вспомнил лестницу. Поехали. Да, там реально есть. Я понял. Про что они говорят? Не, ну, да. Реклама же не может показываться до бесконечности. Она покажется раз-два. И всё. Потом через время ещё раз покажется. Сломанная лестница. Она сейчас бесполезна. Как-то сломанная лестница бесполезна. Теперь мы берём гарпун. Использовать. И сразу стала полезна эта сломанная лестница. И чего? Какая-то дыра. Внизу находится пассажирская лестница. Внизу находится пассажирское купе. Спрыгнуть? В разлом. А чё бы нет? Давай сначала нет. Посмотрим. Может, тут ещё что-то есть на крыше интересное. А потом же будем туда прыгать. Всё, я дальше не могу идти. Понятно. Ну, значит, вариантов не осталось. Меня скоро отключат, наверное. И кто-то, что он тебя отключает. Добрый вечер. Это пассажир купе. Приятного познакомиться. Что-то жёлтенькое лежит. Это что такое? Вы можете взять эту вещь? А, вы не можете взять, да? Да, я не могу взять эту хрень, потому что у меня других херней полные штаны. Так, гарпун. Ну, я думаю, вряд ли. Вернее, рано его ещё выбрасывать. Килку использовать. Сейчас, я не понял. мяску у меня скоро отключат наверное монетизацию что 10 долларов не набралось а причем тут 10 долларов использовать короче хилку использовали было здоровье отлично стало шикарно так взять предмет футляр да возьмем или давай посмотрим что это за футляр взяли такой нет не использовать а осмотреть открыть да о я понял на чемоданчики были такие херни кругленькие я думаю серебряное кольцо я думаю эту штукенцию нужно вставить чемоданчик который я уже не помню где он держит патрончики патрончики нужно взять нож на картине изображена мать держащая своего ребенка вы не можете взять эту вещь понятно у меня куча всякого дерьма в карманах я не могу взять полезные вещи ну чё прям совсем не буду класть а вот кино какой-то монетизация монетизация отключает вернем может быть отключится может быть и не отключится если у наберется 4000 часов просмотров за год 1000 подписчиков у тебя на канале есть есть никуда ж не девается хотя даже не знаю если даже станет меньше 1000 подписчиков отключится или нет монетизация или если ты наберешь меньше 4000 часов там просмотров это может повлиять а 10 долларов причем тут 10 долларов ой по мне таракан явки ползают ой 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 могу сказать у меня два года набиралось по три по четыре доллара за месяц так тихо охилки лежат но говорят за несколько месяцев надо набрать 10 долларов и оценк оцен присылает какое-то письмо типа типа иначе аценс отключат рекламу ну не знаю не за не знаю спуститься по лестнице даем так 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 пошли к своему напарнику в результате у нас есть зачем я бегу к своему напарнику если мне нужно напарника наоборот сюда привезти переключаемся на напарника вот он здесь стоит стоит курить себе и вуз не дует а метам тараканы едят если посмотреть короче меня якобы оставлял каналов почти на полгода да там вообще ничего не добавлял там реально монетизация она работала но буквально по два по три доллара в месяц капала то есть вот я так понимаю если там за пять за шесть месяцев у тебя не наберется меньше 10 долларов то значит у тебя просмотров там нету поэтому рекламы отключат так дайте подумать короче нам здесь нужно на второй этаж залезть выходим залазим на второй этаж вот стрима реально помогают набрать часы просмотров особенно если игра заходит так соло команда падла блин иди туда кондуктор это комната комната кондуктора так переключаемся на мужика у него есть да у него золотое кольцо у той бабы серебряное кольцо хочу подойти к чемоданчику теперь команда не соло команда так перезарядить погнали подняться поле до допустят включают не ну потом обратно подключат потом так все побежали 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 не задерживаемся тут или сюда мне надо или не сюда мне надо я уже не помню короче куда-то здесь мне надо тут будет лежать чемоданчик вот он взять эту вещь да блин я не могу взять да потому что у этого чувака тоже флама охренеть сколько пилку придется использовать это нам было выкинуть эту хилку просто здесь где-нибудь так инвентарь как тут осмотреть смешать о отлично теперь обменять где тут обменяться вот обменять вот так после как все сложно так осмотреть смешать с этим а теперь использовать смешать осмотреть замок портфель открыт заглянуть вовнутрь ну конечно заглянуть начается полчаса тут ковырялся нихрена себе кредитка чата вы взяли голубую ключ карту нахрен так ключ карта хотя может быть она сейф открывает возьмем положим так отлично ключ карта есть я где-нибудь сбегал сохранился потому что как давно уже не сохранялся кто его знает на всякий случай берем эту бобенку выбираем дай-ка вспомнить куда же тут бежать для того чтобы сохраниться можем выйти вот здесь что-то есть я не помню что это у нас тут красненькая такое светится хорошо выходим процессор заменил что-то разницы в работе не заметил вот сюда какой на какой какой стоял как и поставил а тут нож лежит я понял ладно я пока бегут сохраняться не думаю а ты напиши какой процессор на какой-то заменил практика текать 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 хватит патроны тратить где-то здесь на право вернее назад вернуться или вперед пробежать а вперед пробежать следующем вагоне в соседям будет смогу сохраниться он заодно там и ключ карту используем как сохранение вот здесь лента валяется стоп если на свободный слот да есть ленту эту поднять такие мои вот я понял сохранить и груда сюда сохранить короче знаешь что тебе могу сказать ну процессор поменял это понятно но у тебя станет шустрее работать в каких-то задачах может наверняка быстрее переваривать какие-то штукенцы на быстродействие самого компьютера ноутбука ну может быть фриза в играх некоторых пропадут если нет упора в оперативную память там или же в видеокарту это может произойти на быстродействие самого компьютера ноутбука повлияло бы если вместо жесткого диска поставил ssd реально разница колоссальная скорость включения когда у тебя будет компьютер включаться там за несколько секунд и программы будут запускаться быстро а процессор он повлияет на в целом но как ты хочешь заметить ты думал прям у тебя сейчас сразу взлетит так идем ключ карты использовать так у кого карта у нас нет мужика так мужик так карту давай используй тим тим открылась вам больше не нужна эта карта выбросить ее они ой блин разблокирован конечно выбросить карту на хрена нам нужно пускать и выбросить отменять пошли дельта на связи дельта на связи а это чё за хрень управление при этом получено прием вас понял это чушь какая-то как произошла утечка антивируса и как вместе с лабораторией в особняке был заражен поезд аж трех милях от нее это уже неважно сейчас нам нужно не допустить утечки информации уничтожь поезд полностью сколько еще ехать до ближайшей развилки около десяти минут что случилось в таких приложениях она быстрее станет работать там рендерить быстрее тот же синим бенч там или вот пишите видео быстрее сохраняет изменения вот она в общем как бы система станет быстрее работать а так визуально ну как ты это увидишь если у тебя тоже самый жесткий диск стоит возможно если у тебя был упор в процессор видеокарты к примеру нормально работает себя чувствует и в играх чуть пошустрее будет если был упор в процессор если не было упора в процессор а было был упор на видеокарту то разница тоже особо не почувствуешь какая разница хоть два ядра хоть четыре ядра если узким местом так сказать видеокарта является так ну что там чувака какого-то съели пошли поближе посмотрим вот когда ставишь вместо жесткого диска ssd вот это реально чувствуется сразу ну чушу все быстро прям как будто новый компьютер поручность с этой стороны покрыта липкой слизью понятно о какие-то рычаги двигатель серьезно поврежден его невозможно починить понял катапультируемся с поезда поезд быстро набирает скорость них пошли в кабину пилота пилота машиниста это да хочу купить ssd надо его остановить но опять таки значит у тебя будут быстрее запускаться сам компьютер сам windows будут быстро быстро открываться папки файлы там программы будут быстро запускаться но к примеру эти же самые программы будут работать с такой же скоростью какие сейчас она все будет быстренько запускаться включаться тормоза так сказать то что запустила и ждешь там две три четыре секунды пока там что-то включится у такого не будет ну или сколько там нужно ждать только тыкнул она клац 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 и открылась так управляем тормозной системы дальше управление тормозной системной производится в три шага первый шаг активация управления тормозные контроллеры расположены в следующих местах в кабине машиниста первом вагоне заднем крыле пятого вагона нужно это запомнить чтобы активировать систему вы должны ставить магнитную карту в устройство в пятом вагоне после чего запустится подача питания в обоих узлах управления да чё ж так сложно причем я нужно взять какую-то магнитную карту застунуть его ее где-то в пятом вагоне после чего запустится подачи питания в обоих узлах управления это первый шаг был второй шаг Вот коды в задней части вагона Да, это я уже видел Введите код в модуль В задней части вагона, чтобы снять блокировку После чего можно будет ввести код В кабине машиниста Вот коды машиниста Введите код в модуль кабины машиниста Для снятия блокировки Вы прикиньте, вот сколько нужно Проделать действий, чтобы запустить Тормоза в поезде Не, понятно, что это игра Но блин, где здравый смысл? Этим, мне нужно срочно Экстренно затормозить Блин, побежал в пятый вагон с этой магнитной карты Разблокировал две штукенции Пробежал туда, ввел один код Побежал к машинисту, ввел второй код Побежал туда, еще там что-то надел Пока это все сделаешь Так, после выполнения этих трех действий Вы сможете воспользоваться ручным торможением Я уже забыл, что там первое мне надо было сделать Вот, первый шаг Активация управления Тормозные контрольдеры расположены в следующих местах Первое, в кабине машиниста в первом вагоне Сейчас найдем В заднем крыле пятого вагона Чтобы активировать систему Вы должны вставить магнитную карту Устройство в пятом вагоне После чего запустится подача питания В обоих узлах управления Охренеть Вы получили А, ну, хорошо, хоть это со мной будет всегда Так, кто останется Виля, Ребекка А, кто его знает, кто останется Какая разница Ребекка пускай остается Баба, это хорошо Я пойду в машине с поезда И включу панель управления тормозом Затем ты отсюда тормозишь поезд, хорошо? Поняла Билли Что? Береги себя Ага О, блин, тут еще время идет Так, магнитная карта, да? Взять магнитная карта, да Патроны на всякий случай Блин, я там еще вижу патроны Все, ладно, побежали, побежали Вон, там еще есть патроны Под низом, в туалете Да, меня не обманешь, не обдольшь А теперь побежали Куда-то эту магнитную карту засунуть нужно У меня есть магнитная карта Мне нужно пробежать полностью все В этот вагон Я понял Парам, 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 парам Ну, побежали Так Мужики Не вставайте Спите дальше Промазал Пробежал Побежали, 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 побежали А не в того Вот, блин, падла Отвали Отвали Ай, кусается Наполучила, еще даже нет О Дождей, пока они там лежат Бежим дальше Безопасен Процеп пробежать На всякий случай Перед заведем Я могу сказать Там пока у тебя нету СССР Ну, что ты хочешь Это очень старая игра Какое управление тут еще может быть Даст не очень Так Вот сюда О Давай, это возьмем Спрей первой помощи Да, взять Вдруг пригодится Что я могу сказать Я хочу пройти еще следующее Там Ну, несколько Резидентов Я О том, что есть Вот этот Резидент Ивол Да, там Сейчас Как-нибудь так поставить На паузу Вот О том, что есть Этот Резидент Ивол Узнал только Две Две недели назад Его Выпустили После Сначала Выпустили Несколько первых Частей Резидента Ивола А потом Уже появилась Эта игра Которая По идее Должна рассказать Нам Откуда Взялся Т-вирус Предысторию Вообще Всего Происходящего В следующих Играх Я сейчас Хочу пройти Этот Потом Пройти Резидент Ивол Который Выпускался Вообще В 98 Году Вышел Ну Короче Очень Старый Но Завтра Будет ГТА Как обычно Так Что там У нас Тут Надо Код Какой-то Вам Нужна Магнитная Карта Для Активации Но Есть У меня Я Взял Ее Вот Хоп Использовать 067 Использовать Цифровую Панель Для управления Тормозами А где 0 067 Тут Нет Нуля Так Используйте Цифровую Панель Для управления Тормозами Хорошо 5 5 И че это Стоп Подожди Стоп Ну у меня пятерочка Светится 5 Еще пятерочка Светится Опять пятерочка Светится Че мне надо Сделать Умм 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 Пайли Умм Управление тормозной системой. Вот оно. Управление тормозной системой. Управление тормозной системой производится при шагах. Первое. Активация управления. Мы активировали. Тормозные контроллеры расположены в следующих местах. В кабине машиниста в первом вагоне. Да. Понятно. В заднем крыле пятого вагона. Понятно. Чтобы активировать систему, вы должны установить магнитную карту в устройство в пятом вагоне. После чего запустится подача питания в обоих узлах. Это мы сделали. Второе. Ввод кода в задней части вагона. Введите код в модуль задней части вагона. Чтобы снять блокировку. А где мне этот код узнать? После чего можно будет ввести код в кабине машиниста. После выполнения трех действий вы сможете воспользоваться вручным торможением. Понятно. Записи пассажира. Записка проводника. Может быть тут где-то? Ключ, карту из кабины машиниста. Кажется, я где-то ее потерял. Заранее спасибо. Вернуть. Нет. Записи пассажира. Но никаких кодов тут нет. Тут про какие-то образцы. Это вирус. Инструкция для руководства. Может быть вот тут. Обесточить автоматические двери после того, как работы на кухне будут завершены. Нет, это не то. Это я уже делал. Понятно. Блин, я не знаю это. Какой же код? Где он есть? Тут больше ничего нет. Вам больше не нужно это использовать. Так, стоп. У меня сейчас время закончится, я не знаю, что делать. Где код брать? Какой код? Где его искать? Мама, помоги. Где мне код брать? Какой код? Где мне его искать? Попробуйте чуть позже. О. Хорошо. Чуть позже, так чуть позже. Попробуем. Атака. Жидание соло-команда. Напарник карты файлы. Жесть с этими кодами. Да не говори, это просто кошмар. Так, руководство персонажа первое. А, ну это типа как во время игры нажмите C для того, чтобы зайти в инвентарь. Монтакт. Это обучение, да, я понял. Но вряд ли тут. Это управление, про двери, всякое такое. Это как переключаться с одного персонажа на другой персонаж. Ну, как соло играть, как вдвоем играть, это понятно. Ордер на перевозку. Применение гарпуна. Подожди. Орден на перевозку заключенного. 159. 8. 7. 6. 3. 5. Может быть это и есть код? Сейчас побыстренько учеркнем где-нибудь. 159. 8. 76. 35. Кто его знает. По безнадеге может быть. Ну хотя при чем. Это. Про этого Билля. Возраст 26 лет. Рост. Метр 81. Вес 74 килограмма. Пункт назначения туда-то. Личным номером таким-то. Приготовлен к смирной казни в военном трибуналом 07.03. Нет, не могу к девушке переключиться. Она мне пишет, типа, это можете попробовать сделать чуть попозже. Мне сейчас нужно с помощью этого чувака ввести код. А какой код? Где его взять? Я не знаю. Давай попробуем Т. 15, 98, 76, 35. Вроде цифр до хрена. Может быть получится. Чем черт не шутит? Потому что больше у меня ничего нет. Я где-то что-то видно не дочитал. Не нашел какую-то бумажку, листочек или что-то в этом роде. В котором должен быть код. Так, а что такое 0, 0, 67? Кто бы знал. Ладно. 1, 5, 9, 8, 7, 6, 3, 5. Так, у меня осталось несколько секунд, чтобы ввести этот код. Ну что будет, если время закончится? Мы не сможем тормозить. Игра закончится. А где я последний раз сохранялся? Я даже не помню, когда я последний раз сохранялся. У нас куча всякого лута тут валяется. И на девушку я не могу переключиться, чтобы там что-то полутать. Какой код? Какой код? Не, ну так я вообще не придумаю этот код. Ну что, посмотрим, что будет, если время закончится. Не, конечно, как говорится, гугл помощь. Можем загуглить. Как будет лучше? Загуглить? Ладно, не будем гуглить. 0, 0, 67. А ну. Блин, нуля и нету. А, мне нужно 67, наверное, набрать. Так, 50. Блин, нет. Я понял. Стоп. 9. 18. 27. 36. 54. 63. Я понял, мне надо было, наверное, сумму 67 набрать. Из этих цифр. Ну, то есть, количество цифр там. Подожди, ажи. Сколько там нужно, РБК? Вот. Ну, где-то мы там сохранялись, в принципе. Пойди недалеко. Продолжить. Начать заново продолжить. Ну, это сейчас. Тот к спокойствию отрезан. Нет дороги назад. За гугли, переигрывать придется. Ну, ладно. Я теперь, ну, пока. Можно настроить перемотать, посмотреть сколько там цифр и разбить на мелкие цифры, чтобы получилось сумма 67, там или сколько было. Так, а что у нас тут, где мы сохранились и на чем мы сохранились-то? Гарпун у нас есть. Это у нас... Можем в комнате сохранения оставить эту штукенцию. Сейчас по-быстренькому переиграем. В принципе, тут уже понятно, что сделать нужно. Хотя я не помню, где я там, по-своему, раз сохранялся. Так, эту штукенцию мы здесь выбросить. Да. Оставим. Зачем мне пустя бутылка тут и от собой-то свое, непонятно. Хотя ты прав, наверное, нужно было загуглить. Короче, если сейчас 67 не смогу набрать... Так, теперь. Что у нас есть, чего у нас нет? Гарпун у нас есть. Вот, у нас тут еще дверь закрыта. Карта есть у нас, это ключ-карта или что-то там такое. Блин, закройся ты. К примеру. А убили, что там у нас есть? Да, это ключ-карта, все. Ну, тут уже недалеко, слава богу. Могло быть и хуже. Закрыто. Как закрыто? Давай вот так, ключ-карту. Использовать. Нет нужды, это использовать сейчас. Голубая ключ-карта, а куда она там? Если не сюда. А, вот. Ну, теперь попробуем использовать. Использовать. А то напугало меня. Думаю, что за хрень. Выбрать сети? Да. Она нам не нужна. Дельта на связи, Дельта на связи. Опять это кино. Управление поездом получено. Прием. Вас понял. Это чушь какая-то. Как произошла утечка антивируса? И как вместе с лабораторией в особняке был заражен поезд аж в трех милях от нее? Это уже не важно. Сейчас нам нужно не допустить утечки информации. Уничтожь поезд. Полностью. Сколько еще ехать до ближайшей развилки? Около десяти минут. А? Не заберешь, там цифра 67. Что случилось? Я думаю... Ладно, все. Поехали дальше. Погнали. А здесь у нас есть что-то? Нет, тут ничего нет. Двигатель серьезно поврежден. Его невозможно починить. Не, в принципе, понимал, что я не очень далеко сохранился. Ну, вернее, не так давно. Поэтому, если переигрывать, то... Не 40 минут. Треться или разобьется. Надо его остановить. Да. Управление тормозной системой, да, это я понял. Все. Уже храмотный, уже умный. Уже знаю, как что-то останавливать. Так, кто останется? Ребекка Билли. Пускай Ребекка остается, мать-то так. Билли кусает и фразует, он не умирает. Я пойду другой конец поезда и включу панель управления тормозом. Затем ты отсюда тормозишь поезд, хорошо? Поняла. Билли. Что? Береги себя. Ага. Он серийный убийца. Так, патроны. Сейчас могут реально пригодиться. Блин. Взять. Да. Этот ключ, карту, не забыть. Обязательно взять. Еще где-то тут патроны были. Под этим туалетом. Вот так. А теперь побегали. Мима. Мима. Извините. Некогда. Ай, отпусти. Фу, выплюй меня. Фу-фу-фу-фу. Отбежать. Хороший такой. Энди-то. За ваши убийства. Кроме денег не дают. И только сюда. О, это взять. Да. Если что, подлечимся потом, попозже. Магнитная карта нужна. Так, вставляем магнитную карту. Использовать, да. А теперь код. Код 67, да? Теперь к примеру. 9, 9, 18, 27, 36, 45, 54. 159. Теперь. 1 и 5. О, я догадался сам. Контрольно-тормозной панели уполучили. Нужно, чтобы было 67. Поняла. Начинаю тормозить. Так, начинаю тормозить. Так, теперь ей нужно. 36, да? Ух ты, ё-моё, сколько тут? 36, 36. Ну давай. Блин. 5, 5, 5, 15. Восемнадцать. 21. 24, господи. 27. 30. 33. 36. Чуденько получилось. Закрываем глаза. Летим, 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 летим. Ура, получилось. Да. Ура. Ой, сейчас куда-то врежемся. Представляешь, сколько же лет назад эту игру придумывали, Валерик. Пускай не самый первый, конечно. Но все равно. Да. Ребекка. Ребекка. Я здесь. Я здесь. Ты в порядке? Эй, а поезд мы остались. Блин, сколько же лута осталось. Да, я тоже так умею. Останавливать поезда. Все перевернулось, все разбилось. В спину ему. Хрест. Стрельнул. Так. О, ключик какой-то. Поднимешь ты ключ. О. Взял. Ключ от поезда. Взять предмет. На кой он, конечно, нужен. Ну, ладно. Раздают. Берем. Дальше. Что у нас тут? Что у нас? А, это все, что у меня выпало. Вернее, все, что я в поезде бросал. Вот оно здесь повыпадало, да? Илки. Дробовик. А я думал. Блин, сколько лута осталось в поезде. Вот оно тут все лежит. Но ключ от поезда мне абсолютно не нужен. Это настолько бесполезная хрень, которую я забыл выкинуть еще тогда. Значит, ключ от поезда. Выбросить. Да, его нужно было выбросить еще после того, как я его использовал в первой двери. Кто-то ранил, ранен. Кто-то не ранен. Кто его знает. Что у нас есть? У меня есть пустая бутылка. И эта хрень, как она там называется. Гарпун. Вот. У этого мужика есть канистра. Надо смотреть. Что нам с этой канистры? Заполненная бензином. Канистра с бензином. Лучше от огня держаться подальше. Патроны есть. Для дробовика. Дробовик тут у меня валяется. Ну, насколько он мне нужен? Что я его знает? Знаешь что? Наверное, нужно переключиться на... Как я там? На девушку. Найти записную ленту и записаться где-то сохраниться. Вот она, по-моему, лежит. Да. Взять. Вдруг где-то сейчас будет записная эта машинка. Сохраниться. Блин. А тут огонь. Не пройти. Какие есть варианты? А, вот сюда можем пробежать еще. Там тупик. Блин. Мы справились. Блин. Нужно посмотреть. Тут сколько по времени занимает прохождение Resident Evil Zero. Ну, в среднем. У людей. Чтобы хотя бы как-нибудь растянуть его на два стрима. Или на три. Чтобы понимать, насколько его тянуть. Так. Сейчас, секундочку. Время. Время прохождения. И, 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 и. Ага. В среднем проходит за 10 часов. С дополнительными заданиями за 12 часов. Понятно. Ну, в моем случае, это придется где-то... Ну, стрима. 2-3. Посмотрим. Ну, че ты стал? Ох уж напарник отдал. Даля. Ох уж и дал. Ой. Давай на него переключиться. Не все так просто, да? Тут они так просто вниз не спускаются. То есть, чтобы спуститься вниз, канализационная жижа. И спускает сильное злобоние, от которого на глаза наворачиваются слезы. Хорошо, хоть через монитор это не передается. Опасно. Посмотрим, вход воспрещен. Подняться по лестнице, да. Тренировочный центр Амбреллы? Первый генеральный директор, доктор Джеймс Маркус. Это тот чувак, который в поезде развалился на запчасти. Девушка, новичок из Атротостарс. А мужчина? Его я не знаю. Внимание! Говорит доктор Маркус. Прошу тишины во время оглашения принципов нашей компании. Послушание рождает дисциплину. Дисциплина рождает единство. Единство рождает силу. Сила есть жизнь. Кто ты такой? Я тот, кто распространил Ти-вирус по особняку. Да и заражение поезд, разумеется, тоже моих рук дело. Что? Месть. Амбрелле. А, я говорил, это мужик. Я же говорил, какой-то... Когда на горе стоял, особо видно не было, но... Все-таки это мужик. Но, признаться, честно, у него оперный голос. Доктор Маркус? Десять лет назад доктор Маркус был убит амбреллой. С вашей помощью. Верно? А, кстати, нужно было выставить где-то веб-камеру лучше. К примеру, когда включаешь инвентарь. Инвентарь не видно. А, ну хоть так вот так не видно. Ладно. Большой портрет первого директора центра. Джеймса Маркуса. Джеймс Маркус. Вот, мы попали в какой-то особняк. И что мы будем делать дальше, мальчики-девочки? Нужно нам разобраться. Это мы вылезли. С этой дыры. Так, переключаемся на нашу... Его зовут Билли. А ее зовут... Ребекка. Билли. Ребекка. Все. Цветочки растут. Понятно. Так, дверь. Есть там дверь. Есть тут дверь. Как обычно. Особняк. Карты у нас нету, да? Да. Тут желтая дверь, тут желтая дверь. Еще второй этаж. А, вот, кстати, мы можем тут сохраниться. Где там эта наша Ребекка? На всякий случай сохранимся. Глянь, тадам. Взять. У кого патронов больше, у кого меньше. Смотрим. Так, у Ребекки 100 с чем-то. У этого тоже дохрена. Бензин. Три. Так, ладно, сохраняемся. Патронов хоть там, хоть там. Дохрена. Ну, у мужика меньше. Так. Данные успешно сохранены. Ребекка 05 холл. Ребекка 05 холл. Как фамилия. Патроны. А, давай оставим мужика. Переключаемся на Билли. У него поменьше патрон. Возьмем. Исследуем второй этаж и побежим дальше. Классический особняк. Ничего не скажешь. Президенты Йолы. С такими вот особняками и отличаются. Так, эта дверь. Небо все равно затянута темно и зловещими тучами. Но дождь прекратился. Так, давай-ка. Неудобно это, непривычно. На втором этаже у нас есть одна вторая дверь закрыта. Третья открыта. Ну, или желтая какая-то. И вот желтая дверь, которую мы пробежали мимо. Дверь закрыта. Но нигде не видно замочные скважины. Изображение часов. Наверное, по времени открывается или... Закрыта с другой стороны. Понятно. Весы. Что-то написано у нас. Когда добро и зло будут уравновеженны, новый путь откроется перед тобой. Понятно. Как тут у нас желтая дверь была. Желтая дверь открывается. Это хорошо. И куда это я попал? Депутатская штукинция какая-то. Система безопасности заблокирована. Вставьте системный диск. Для активации необходим системный диск. Где его взять? Понятно. Что здесь? О! Что-то интересное лежит. Ой. Что там? Информация для кандидатов в сотрудники. Цель основания учебного центра. Этот центр построен целью подготовки будущей опоры Амбреллы. Независимо от возраста, рации, национальности из вашего заведения, выпускается только тех, кто провел прекрасную исследовательскую работу и проявил лидерские навыки не только в Амбрелле, но и по всему миру. Когда-нибудь придет и ваш черед стать одним из наших лидеров. Политика учебного центра, дисциплина, преданность, послушание. Если в зеленом отмечено, значит, скорее всего, это где-то пригодится. Дисциплина, преданность, послушание. Эти три слова – закон нашего центра и ключевые принципы для всех сотрудников Амбреллы. Дисциплина, преданность, послушание. Если вы сможете всегда заковать эти слова в своем сердце и всецело посвятить себя исследованием, вы добьетесь величайшей славы. Джеймс Маркус, директор центра подготовки сотрудников Амбреллы. Понятно, вы получили информацию. Надеюсь, дисциплина, преданность, что-то там еще было. Послушание. Так, вон есть какой-то балкончик. Отсюда дороги нет. А не, есть. Вот желтая дверь. Так, мы можем патронов наберем тут. Опа. Взяли. Этих взяли. Патронов. Давай, вернее, не мужиком возьмем, а... Ребеккой. Возьмем эту ленту. Да. Заодно и сохранимся. А может сохраниться и продолжить в следующий раз. Да, сделать какой-то, типа, короткий стрим. Завтра у нас GTA по расписанию. Ребекка. Перезаписать? Да. Успешно сохранены. Резидент. Конференц-зал. Понятно. Вот. Такой будет разгрузочный, так сказать, стрим. Тут где-то еще была желтая дверь. Сейчас глянем, что за ней. Если там тоже куча всякого исследовать, то можем закругляться и, в принципе, продолжим послезавтра. Резидента. А завтра GTA. Дядька, тут кто-то, тут есть живые. Надо срочно их застрелить. Ну, стреляй, че ты. Да, и по факту здесь. Коридор, непонятно куда, непонятно зачем, чего. Нужно где-то карту этого помещения найти. Все понятно, ясно. Тут еще куча всякого исследовать надо. Это нужно делать все со свежей головой. Наверное, сегодня будем прощаться. Все, всем спасибо за внимание. Всем спасибо за участие. Промокашка, Сириус, Сироп Плей. Всех, кто там был. Всем спасибо, всем пока. Всем спокойной ночи, отдыхаем. Нужно миллиард всякого исследовать. Это все нужно делать со свежей головой. Завтра по расписанию у нас GTA. Продолжим. А послезавтра этого резидента будем мучить. Все, всем спасибо, всем пока. Всем до свидания, спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.